Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии. Мы начинаем нашу новую вебинарную неделю. И сегодня наш вебинар, вебинар Натальи Логачевой, нашей постоянной ведущей, авторское или чужое, правильное цитирование, как не создать плагиат в статье или диссертации. Я, как всегда, хотел бы рассказать о полезных ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Эти ссылки связаны с деятельностью Директ-Академии. И первые из этих ссылок, посмотрите, пожалуйста, в самое начало чата, красным цветом обозначено. Первый из этих ссылок ведет, как всегда, на наше общее расписание, расписание вебинаров, в котором вы можете зарегистрироваться на все вебинары, как текущей недели, так снизу в виртуальном расписании на весь оставшийся учебный год, вплоть до июля месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором хранится уже почти 450 записей наших вебинаров. И запись этого вебинара тоже ведется и через некоторое время будет туда помещена. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов. Это страница для тех, кто хочет учиться онлайн. У нас сейчас в настоящий момент там предложение четырех курсов. Прошу прощения, десяти курсов. И в ближайшее время появится одиннадцатый. Ну и последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания сегодняшнего вебинара. Я также хотел бы проанонсировать следующие вебинары наши, которые состоятся на нашей нынешней вебинарной неделе. Завтра в 12.00 по московскому времени Константин Николаевич Костюк, руководитель университетской библиотеки онлайн и компании Директ Медиа, проведет вебинар «Философия новых медиа. Представляем новый онлайн-курс». Вот это тот самый одиннадцатый онлайн-курс, о котором я только что вам сказал, который у нас появится в ближайшее время. 20.00 марта в 12.00 по Москве Наталья Сметанникова, специалист по чтению, проведет вебинар под названием «Чтение мальчиков и девочек с листа и с экрана». И, наконец, 21.00 я с удовольствием представляю вам нашего нового лектора, спикера от Википедии, Анну Бирякову, которая проведет у нас два вебинара, такой микро-трек, два вебинара про Википедию по таким достаточно актуальным вопросам, связанным с Википедией. И не только с Википедией, а с отношением профессионального сообщества и Википедии. Первый из вебинаров называется «Википедия как профессиональный навык, преимущества и лайфхаки». Я предвкушаю, что будет очень интересный вебинар, и очень хотел бы, чтобы вы на него пришли. Ну что ж, у меня все, и я хотел бы пригласить Наталью к микрофону с тем, чтобы провести сегодняшний вебинар. Наталья, прошу. Добрый день, коллеги. Подскажите мне, как у нас со звуком? Все ли в порядке? Отлично, спасибо. Друзья, тогда не будем задерживаться и будем начинать. Сегодня тема у нас такая, которая, в принципе, в нашем треке, который адресован диссертантам, то есть тем людям, которые пишут кандидатскую или докторскую диссертацию. Тема логичная, но она и еще не менее логичная для тех, кто ее и не пишет диссертацию. То есть тема такая, что называется, для всех. Кстати говоря, давайте, прежде чем мы начнем, напишите, пожалуйста, в чате. Вот вы сегодня пришли на вебинар. Для вас он актуален или потому, что вы диссертацию пишете, или потому, что вы просто пишете статьи. То есть, например, диссертация, статьи, диссертация, статьи, чтобы я понимала, может быть, где-то усилила какие-то акценты. Статьи диссертации. Так, статьи, статьи 2, 3. Я и пытаюсь понять диссертантов у нас. Ну да, в принципе, в принципе, и диссертации у нас присутствуют, да, авторы диссертации. Замечательно, друзья. Любопытство. Это тоже классный мотив прийти на встречу. Отлично. Благодарю, друзья, за вашу обратную связь. То есть, наша задача, я сразу, я просто вижу, что у нас тут есть авторы дипломных работ, магистрских и так далее. Да, я сразу хочу сказать, что, возможно, здесь немножечко есть разные моменты, да, а может быть, и немножечко. Вот мы в большей степени о диссертации все-таки кандидатской и докторской, и о научных статьях, чтобы, называется, не подорвать ваших ожиданий. Да, комментирую по этому поводу. Что будет сегодня на вебинаре? Во-первых, я думаю, что целесообразно поговорить о том, что такое плагиат в принципе, потому что, как показывает практика, мы не совсем, не до конца правильно понимаем, что это. Второй момент. Мы поговорим о заимствованиях, о том, какие они бывают, в чем их особенности. Собственно говоря, мы обречены заимствовать хоть в статье, хоть в диссертации, и поэтому мы должны понимать, как это сделать хорошо, а как не надо. Третий момент очень важный. Я думала, нужно ли его осветить, и пришла к выводу, что да, без него мы не обойдемся. Нужно представлять себе эти случаи, которые связаны с авторским прамом, на наш взгляд, на первый взгляд, да, но оказывается, они имеют какое-то свое поле, и поэтому этот момент тоже очень важно представлять. Кроме того, мы, естественно, поговорим о цитировании. Опять же, я не буду рассказывать, как оформляются цитаты с точки зрения библиографических требований, требований ГОСТа и так далее. Эти вещи великолепно рассказывает на своих вебинарах Телегина Татьяна, и я здесь буду рассказывать о цитировании с точки зрения, о правильном цитировании, с точки зрения его содержательной наполненности, то есть что значит правильно цитировать по сути, да. Ну и, безусловно, мы поговорим об этом соотношении, которое заявлено в теме. То есть, если у вас есть статьи и у вас есть диссертация, то где провести вот эту границу между тем, что и то, и другое авторское, могу я это брать, не могу вообще, что с этим делать. Сразу хочу сказать, что, естественно, по-разному эта тема будет отражаться на разных научных работах, ну хотя бы, когда мы берем статью и диссертацию, мы сразу понимаем разницу. Разница по объему текста, разница по требованиям к тексту, разница по содержанию, потому что диссертация обязательно новизна в статье, и не в каждой есть новизна, да, и так далее. Поэтому очевидно, что сложность, да, вот создать авторский текст в рамках диссертации, она, естественно, выше. Хотя, что можно приводить примеры коротких авторских работ, которые мы называем статьи, и которые великолепны, сильны, мощны, и поэтому здесь очень важно сразу, сходу понимать, что все, о чем мы сегодня будем говорить, и будем называть это слово плагиатом, да, и то, как его мерить, как его определять, там, и так далее, да, это по большому счету, несмотря на то, что связано с оригинальностью, да, то есть, чтобы текст был оригинальный, речь идет об оригинальности не с точки зрения научной ценности, а с точки зрения грамотного использования чужих мыслей, поэтому своих и чужих, да, поэтому давайте начнем с того, что же такое плагиат. На самом деле, прям вот такого термина у нас в законе, который бы вот как-то обозначался, я не нашла. Если кто-то знает, подскажите мне на будущее, чтобы я понимал. Значит, на самом деле нам нужно понимать несколько ключевых моментов. Во-первых, это незаконное использование результатов чужого труда. Это первый тезис. Второй тезис – это использование тех результатов, которые охраняются законом. Оказывается, не все результаты нашего труда охраняются законом. И если вот из неохраняемых результатов кто-то что-то возьмет, ну, он ничего не нарушает. Третий момент, обязательный для того, чтобы мы говорили об использовании чужого текста как о плагиате – это желание выдать этот текст за свой. То есть, если я использую чужой текст, но не выдаю его за свой, то все нормально. То есть, плагиат – это одновременное совпадение вот этих вот моментов. Незаконное использование охраняемого результата и желание приписать себе этот текст. Что касается, я все-таки по законодательным моментам хочу проговорить, что плагиат – это нарушение разного рода, может быть. Во-первых, если мы говорим с вами о том, что мы занимаемся научной работой, научными исследованиями, то мы, безусловно, должны выполнять норму научной этики, а плагиат – это как раз нарушение этих норм. Это нас характеризует не самым лучшим образом. Если мы говорим, что мы профессионально этим занимаемся, то мы, конечно, должны избегать такого явления. Второй момент – это, естественно, нарушение чьих-то авторских прав. И когда мы это пытаемся совершить или совершаем, надо отдавать себе отчет, насколько это неприятно. Каждый из нас с вами может оказаться на этом месте, и поэтому не стоит этого делать. Но третий момент – это еще более жесткий вариант – это нарушение нормативных актов Российской Федерации и не только. И, соответственно, я на слайде привела, каких именно, с указанием статей. Я не буду это зачитывать, поэтому просто мы должны, опять же, отдавать себе отчет в том, что это мы не просто так взяли чужой текст. Есть определенные последствия у того, что мы его взяли. Если говорить о российском законодательстве, то вот три нормативно-правовых акта, федеральных законов, тут кодексы, вообще говоря, какие уж тут федеральные законы, которые регламентируют вот эту вот ситуацию с плагиатом. Сразу хочу сказать, что сам термин «плагиат» вообще используется, вот именно такой термин используется только в Уголовном кодексе. Больше его не использует законодатель в других актах. В Уголовном кодексе я закавычила специально, там нет такого термина «криминальный плагиат». Почему я называю его криминальным? Это тот плагиат, за который можно очень серьезно пострадать. Поэтому здесь обязательным с точки зрения юридических ограничений является причинение крупного имущественного ущерба. То есть если автор это обстоятельство докажет, то у списавшего, да, у заимствовавшего будут очень большие проблемы. Но чаще всего, я почему сказала, что мы не совсем верно понимаем, да, что такое плагиат. Мы называем плагиатом то, что относится к категории некриминального, то есть то, за что уголовное наказание получить нельзя. Этот плагиат – это использование, безусловно, результатов чужого интеллектуального труда, это ущемление этих прав автора. И, собственно говоря, сразу хочу сказать, что неважно, специально вы это сделали или случайно так это получилось, да, если к вам будут предъявляться претензии, последствия будут негативными в любом случае. То есть сказать, что это произошло не специально, не получится. Поэтому мы должны вот, вообще вот этот весь блок, он против, в том числе для того, чтобы мы понимали, что все это серьезно. Значит, какие у нас могут быть проблемы с этим, да, вот я все говорю там, вот в уголовном Ашкодексе есть наказание. Безусловно, есть, но я уж про это говорить не буду, да. Самое главное, что мы должны с вами понимать, что мы можем в любой момент времени, на протяжении 10 лет после завершения защиты, человек, который использовал этот прием, скажем так, да, и его сразу не установили, он может лишиться ученой степени. Поэтому, естественно, здесь вот это нужно для себя четко понимать и осознанно, если вы это делаете, то вы должны это осознавать. Теперь давайте по сути. Когда мы говорим, вот плагиат, плагиат, там, я беру чужие идеи, там, или чужие фразы и так далее. Многие говорят, ну, мы же не можем в диссертации не брать чужие мысли, чужие определения, там, и так далее. Безусловно. То есть, друзья, не бывает такого, что вы сели писать диссертацию или статью, и ни на кого не опираетесь, и ни на кого не ссылаетесь, и у вас прям все 100% авторское. Это не просто хорошо или плохо. Так не получится, потому что требования, в том числе требования ВАК, состоит в том, что мы обязаны ссылаться на других авторов, и мы, соответственно, раз обязаны на них ссылаться, мы обязаны производить определенные заимствования. Какие бывают заимствования? Если мы говорим о научной сфере, а мы сегодня только о ней говорим, то они бывают правомерные и неправомерные. То есть неправомерные – это вот на языке плохой, хороший, это вообще-вообще все плохо. Правомерные – они бывают двух типов, и поэтому здесь тоже надо четко понимать, что даже если вы находитесь в рамках правомерного заимствования, важно оказаться в первом варианте. То есть в научно-корректной заимствовании произвести в научно-корректной форме. Если вы проводите заимствование в научно-некорректной форме, то проверка на антиплагиат показывает то, что мы не хотели бы видеть. То есть мы понимаем, что у нас оригинальность низкая, и, в общем, мы имеем проблемы. Давайте с этими понятиями тоже разберемся, потому что здесь очень важные обстоятельства, которые вот они такие тонкие, что вот для того, чтобы не сделать случайно, я понимаю, что у некоторых это получается случайно. Давайте с этим разберемся. Значит, сегодня вебинар я построила на основе, это я не сама придумала, я построила на основе методического пособия, которая регламентирует вообще вот эту ситуацию, плагиата в диссертациях на соискании ученой степени. И там вот эти определения, видите, я правильно сделала, я взяла все в кавычки, потому что это не моя фраза. Я ее процитировала полностью для того, чтобы указать вам самые важные моменты. Значит, когда мы цитируем, и если мы делаем это в научно-корректной форме, то мы в обязательном порядке указываем ссылку на автора и на источник. Причем и то, и другое мы оформляем в соответствии с правилами цитирования. Я чуть ниже об этих правилах расскажу, что должно быть, чтобы к вам никто никаких претензий не имел. То есть в данном случае мы понимаем, что да, мы взяли чужой текст, мы его включили в свою работу, статью или диссертацию непринципиально, и мы обязательно указали, кто автор этого куска и где конкретно мы его взяли. Второй момент. Я говорила о том, что правомерное заимствование может быть правомерным, но оно выполнено в научно-некорректной форме. Что это означает? Это означает, что ссылка есть. Вы взяли чужой текст, вы ссылку поставили, вы автора указали, источник указали, но сделали это неверно. То есть я хочу, чтобы сразу у нас было понимание того, что правомерное заимствование это обязательно заимствование со ссылкой. То есть ссылка есть. Но в первом случае все сделано правильно. Во втором случае специально или случайно, осознанно или неосознанно, но ссылка сделана неправильно. Это второй момент. Когда же мы говорим о неправомерном заимствовании, то есть о совсем тяжелом случае, которого нам допускать ни в коем случае нельзя. Это ситуация, когда автор диссертации или статьи пытается присвоить авторство. То есть он берет чужой текст и мне указывает ссылку. То есть вот три варианта. Первый вариант. Беру чужой текст, делаю ссылку и делаю все верно. Второй вариант. Беру текст, делаю ссылку, но оформляю ее неверно. Третий вариант. Когда я взяла чужой текст и вообще ссылку не поставила. Вот пока вот эти моменты очень-очень такие важные, понятные, дайте мне, пожалуйста, знать. Не знаю, плюсики мне поставьте, пожалуйста, что я иду дальше, что вот это вот разграничение, а если взять... Вот мы сейчас вернемся. По поводу переосмотрения не вернемся, а это чуть дальше будет. Все, отлично. Вот пока мне это очень важно, чтобы вот эта тонкая грань между правомерным, неправомерным, что значит неверная ссылка. Сейчас, чуть позже, мы обязательно... Владимир Анатольевич, я отвечу на этот вопрос. Пока вот это разделение понятно. Отлично. Спасибо, друзья. Значит, обращаю ваше внимание как раз к вашим вопросам. Не совсем понятно, что такое правильная ссылка. Сейчас объясню. Значит, смотрите, еще один момент. Неправомерное заимствование, да? То есть мы сказали, что там нет ссылки. Ну, то есть если ссылки нет, это что ли вот обязательно неправомерное заимствование, или оно еще в каком-то образе может присутствовать в работе. Значит, опять же, выделяются два способа, произвести неправомерное заимствование. Они так будут у вас учтены. Первое – это дословное присвоение авторства. Второе – это присвоение текста чужого с использованием стилистических приемов различных. То есть когда мы с вами пытаемся заменить слова, выражения, какие-то смысловые связки на близкие по значению. И ссылку не ставим. То есть мы взяли чужой текст, его как бы подработали, да, вставили к себе в работу и ссылку не поставили. Ну, мы же типа его подработали, но он от этого, друзья, не стал нашим авторским. Он не стал нашим. Что касается дословного присвоения, то тут два варианта. И вот первый вариант, он самый часто встречающийся, когда человек говорит, так я же не знал, я же все правильно сделал. Поэтому вот на этот первый вариант я прошу обратить внимание наиболее пристально. Дело все в том, что неправомерным заимствованием у вас засчитается, и это вот в этом методическом пособии есть. Я превратила этот слайд, этот материал оттуда же. Что если у вас ссылка оформлена верно, то есть вы взяли чужой текст, вставили его в свою работу, да, и ссылка есть, но она стоит не в том месте, эта ссылка будет неправильная. Вот сейчас был вопрос про правильную и неправильную ссылку. Я сейчас буду дальше продвигаться по слайдам и буду постоянно комментировать, а что такое правильная и неправильная ссылка. Так вот, если у вас ссылка есть, но она стоит не в том месте, это неправильная для вас ссылка, она приведет к проблемам. Что значит не в том месте? Предположим, я хочу процитировать в своей работе, я делаю обзор определений, да, мне нужно разобраться с термином, может быть, я хочу свою какую-то корректировку в этот термин ввести, и я хочу показать, какие трактовки уже есть в науке. Я говорю, пишу в своей статье или в диссертации. Данный термин в работе такого-то трактуется так-то. Открываю кавычки и начинаю цитировать, да. Вот если я поставлю ссылку после того, как я взяла этот текст, значит, эта ссылка поставлена верно. Если я ссылку поставлю, как во многих диссертациях, изначально, вот которые диссертации высылаются, там, на экспертизу, например, или в статьях тем более, да, я член редакционной коллегии, когда бывают статьи, в другом журнале рецензирую работы, да, это очень часто встречаемая ситуация, когда автор делает так. В монографии название «Автор такой-то», и после этого ставится ссылка. Неправильно, друзья, неправильно. Ссылка показывает, что вы закончили текст, который вы взяли у этого автора. Поэтому ссылка стоит не после того, как вы указали работу или самого автора, а после окончания цитируемого текста. И вот независимо от того, правильно она будет оформлена с точки зрения библиографических требований или нет, если ссылка стоит не на месте, вам ее, грубо говоря, не зачтут. То есть это неправомерное заимствование. Почему, объясняет нам ВАГ? Потому что вы стараетесь тем самым, тем самым, да, это очень важная деталь, потому что они это расценивают следующим образом, что вы хотите как бы изменить, показать внешне, как будто заимствованный текст короче. Почему ссылка должна стоять после текста? Потому что вы сначала нам показали, кто автор, потом его процитировали, и как бы ссылка – это как точка. То есть мы в тексте видим объем. Сейчас мы к этому вернемся. Не вернемся, а подойдем, Наталья Дмитриевна. Так, Наталья, а где тело презентации? Про презентацию чуть позже. Презентации, друзья, я обычно не даю. Соответственно, будет видеозапись вебинара, и можно будет им воспользоваться. Или можно сделать криншоты экрана. Соответственно, значит, еще один момент, который тоже многие авторы не считают плагиатом. Не в смысле, опять же, что-то у них там как-то плохо с восприятием. Они просто честно не считают, что это плагиат, и что вообще это нужно с этим как-то поработать. А вообще, по большому счету, некоторые и действительно не относят к плагиату. Называется эта форма создания текста компиляция. И это, по большому счету, нарушение научной этики. В чем суть этой процедуры? Ну, она ясна, да, и, соответственно, излагается своими словами. Галина Ивановна, сейчас до этого дойдем, если он излагается своими словами. Значит, компиляция. Это когда мы с вами берем кусочек отсюда, кусочек отсюда, кусочек отсюда, и предлагаем в своей статье или в диссертации. Но те, кто пишут диссертации, те, кто работают, например, или уже написал, или пишет первую главу, скажут, нет, ну, Наталья Модестовна. Так в первой же главе у нас будет обзор того, что сделано, и, естественно, мы так и будем делать. У нас будет кусочек от этого автора, кусочек от этого, кусочек от этого. Да, друзья. Но если мы с вами сделаем просто их кусочки, и даже поставим ссылки, и даже поставим ссылки правильно, но не выскажем своего авторского мнения, то есть, ну и что, что вы перечислили-то эти кусочки, что это дало для науки. То есть ВАГ постоянно задает вопрос, ну, условно, да, а где ваш авторский вклад? То есть любое упоминание чьих-то определений, чьих-то взглядов, оно должно служить вам какую-то службу в статье или в диссертации. И причем эта служба не из серии увеличить объем этой работы, а это служба для создания нового знания. То есть вы их почитали, посмотрели, как они думали по этому поводу и сформулировали свою позицию. Тогда никто вам никакую претензию не предъявит. Но здесь, опять же, не забывайте о том, что мы ссылки, безусловно, ставим. Следующий вопрос. Ну, друзья, это, наверное, самый любимый вопрос. Я его, естественно, вам задам. Как вы считаете, сколько можно процентов, можно, нужно, какой процент должен быть или вы встречались с такими ограничениями, да, по оригинальности вашего текста? Будь то диссертация, статья, напишите просто цифровые ограничения, с которыми вы встречались, на которые вы ориентируетесь, например, при подготовке 75, 75, ну, 10 это вообще. А, встречались, может быть, как и, например, проверяющий эксперт. Оригинальность, мнение. Хорошо. Вот смотрите, друзья, вот все эти цифры, с одной стороны, они имеют право на существование. Почему? Да, у всех по-разному. Потому что вообще-то, опять же, ссылаясь на ранее указанное методическое пособие, я процитирую ВАГ, и их мнение сводится к тому, что не может быть никаких пороговых значений, которые выражены в процентах. И это не в смысле, что они лукавят. Вот понимаете, вот здесь вот все по-честному. Потому что, если вы захотите найти какую-то информацию, то есть какой-то регламент, да, который утвержден ВАГ по этому поводу, вы этого регламента не найдете. Потому что его нет. Все, о чем вот вы сейчас написали в чате, или то, что мы встречаемся с вами, когда готовим статьи и диссертации, это мы все встречаемся с теми ограничениями, которые устанавливаются на месте. То есть устанавливаются редакции журнала, или устанавливаются диссертационным советом, да, и сообщаются нам, как некий обязательный элемент. Что здесь, в чем здесь проблема? Проблема в том, что если ваша... То есть по сути в чем проблема? Что если ваша диссертация содержит 100% оригинальный текст, оригинальный в смысле ваш, да, даже представим такую ситуацию, это не означает, что она обязательно обладает научной ценностью. Вот разницу услышьте, да. А ВАК привлекает наше внимание к тому, что диссертация – это такая научная работа, которая имеет новое научное знание, и поэтому ее ценность в этом. То есть если вам использование других материалов помогло в создании нового знания, ну, не то, что не важно, какова у вас оригинальность, да, но это говорит о том, что если она не стопроцентная в процентах, то это не значит, что у вас слабая диссертация. К сожалению, не во всех... Да согласна, конечно, Владимир Анатольевич, согласна, но вы наверняка, друзья, встречали такие моменты, когда там написано оригинальность статьи не менее 93%. Или там 95%. Или в некоторых диссоветах прям так говорят, 95%, например, принесите нам работу такую. Это вот разумом-то это же все понятно, да, потому что ваши правомерные цитирования, они должны быть, раз в АК нас обязывает ссылаться, и они не будут попадать в коэффициент вот этой оригинальности. То есть вот в чем проблема. Проблема основная состоит не в том, что мы все списать-то хотим, а в том, что вот эти пороговые значения, которые устанавливаются, которые ВАК не установил, они как бы как элемент ограничения, да, в каком-то смысле нашего творческого потенциала. То есть я должна думать не о том, как создать новое знание, а как мне выкрутиться, чтобы добиться вот этого процента. Вот в чем, да, согласна. Это как с Хиршем. Абсолютная аналогия. А вот, любовь и не амин, у меня точно такая же аналогия срабатывает, да. Ну и что, что у вас огромный Хирш, может быть, там разные есть причины, по которым он большой или по которым он маленький. Как оценивают степень научности? Александр Юрьевич, я прошу прощения, если вам этот вопрос реально актуален, в конце будет моя электронка, продублируйте мне, я вам отвечу индивидуально, просто это не тема сегодняшнего разговора, ответ потребует времени. Как правильно, обзор имеющихся трудов проводится в разделе «Стереография». Татьяна Ивановна, это вот в вашей, да, в специфике, в вашей специальности, наверное, так. На самом деле специфика настолько высока, вот я сотрудничаю с большим количеством участников моих курсов, моих программ и так далее, да, консультирую людей, которые пишут и по медицине, и по юриспруденции, там, и по искусствоведению, и так далее, да, технически, конечно, несодержательно консультирую, да, но вы не представляете, какая специфика, то есть просто это что-то невероятное, поэтому не у всех так. Хорошо, с этим разобрались, то есть мы с вами вынуждены под эти цифры подстраиваться, хотя официального регламента в них нет. Значит, что касается вот специальных моментов, вот этот кусочек встречи тоже очень важный, друзья, чтобы вы это понимали. То есть, да, мы опять же должны себе отдавать в этом отчет. Оказывается, ну, то есть нам кажется, мы выполнили какую-то работу, и, соответственно, это результаты моего труда, и, конечно, это защищено авторским правом. Но, оказывается, не все и не всегда попадает под такую ситуацию. Две вещи, я думаю, очевидные, но я не могла этого не сказать. Значит, вот то, что на слайде не перечитываю, да, то, что на слайде представлено, авторское право не распространяется на это. То есть, например, вам говорит научный руководитель, «А какая концепция лежит в основе твоей диссертации?» Да, например. Вот если это концептуальные основы, то у них, то есть вклад в них внесли разные-разные-разные авторы. И поэтому вот не распространяется, да. И вот некоторые вещи, которые здесь указаны, они вызывают вопрос. Но, тем не менее, я цитирую на слайде очень конкретную статью и конкретный пункт. Поэтому это мы должны с вами иметь в виду. Второй момент. Вот все, что охраняется авторскими правами, называется объект авторских прав. Да? Так вот, не все является объектом авторских прав. Опять же, вот особенно, кто у нас, может быть, присутствует среди участников, те, кто пишут работу по юридической науке, и сталкиваются, да, в общем-то, и по экономике очень много бывает такой, необходимость такая, да, процитировать закон, сослаться на какой-то нормативный акт, может быть, какие-то примеры привести того, как он реализуется, да. Оказывается, что законы не являются объектом авторских прав. Вот сейчас очень важно. Не являются, но ссылку вы должны поставить. То есть вы не можете там указать автора. Да, автора там не будет. Но вы в обязательном порядке должны указать, какой конкретно нормативный акт вы используете. Более того, очень большая проблема у юристов, в том числе у тех, кто работает на диссертации в этой области, с тем, что они вынуждены называть много законов, да. То есть даже если я его не цитирую, я его просто назвала. И у многих, например, когда вы статью такую готовите, вы отправляете, у вас там низкая оригинальность. Да, конечно, оригинальность должен проверять не компьютер, не просто машина, да, должен проверять эксперт, человек. И он должен просто-напросто программа антиплагиат, например, если вы ей пользуетесь, она позволяет отключить функцию, при которой убираются вот эти выделения названий законов. Но не каждый это делает, не каждый будет с этим возиться, поэтому ситуация вот в этом смысле осложняется. Владимир Анатольевич продолжает про Хирша. Ну, видимо, это тоже штука актуальная, может быть, имеет смысл про это поговорить, но сегодня, позвольте мне на это не отвлекаться. То есть вот эти моменты мы должны понимать. Да, не охраняются авторским правом, но ссылку ставим в обязательном порядке. Ну, а вот этот момент, он для многих, наверное, будет удивительным, но он очень важный. Смотрите, диссертация – это ваша научная работа, это результаты вашего научного исследования, которые имеют вид текста. Но сама по себе диссертация существовать не может. Она существует только совместно с авторефератом. Автореферат у нас – это документ, это не просто текст научный, это документ, который идет в наборе с диссертацией. Так вот, друзья, имейте в виду, что автореферат не является самостоятельным объектом авторских прав. То есть, если ваша диссертация защищается законом, то текст вашего автореферата законом в этом смысле не защищается. Как же так? В чем проблема? Неужели это не мое, не авторское? Или что случилось? Объясняю вам логику законодателя. Он исходит вот из какого утверждения, что автореферат – это, по сути, есть изложение, краткое изложение самых важных результатов вашего исследования. То есть, этот автореферат не может по определению быть оригинальным научным произведением, потому что это как реклама вашей диссертации. То есть, там, наоборот, в обязательном порядке должны дублироваться те вещи, которые есть в диссертации. Поэтому автореферат, он в принципе самостоятельным объектом в данном случае не является, даже по сути. От того, что вы написали просто один автореферат, ничего не происходит. То есть, как-то... Да, да, наверное, вот можно так это трактовать. Но в данном случае, вот, объяснение идет через тот момент, что автореферат по своей сути – это и есть какие-то куски ваши, куски или, там, текст по поводу нее, да, вашей диссертации. Поэтому вот это имеется в виду, это очень важно. Значит, ранее мы с вами... Я видела в чате вопросы по поводу, вот, правильное цитирование, правильная ссылка, неправильная ссылка. Обещала к этому вопросу вернуться, вот мы до него и дошли. Значит, давайте проговорим о том, что такое правильное цитирование, да, то есть, как нужно оформить цитату, чтобы она считалась правильной, и что такое правильная ссылка, как ее оформить. Значит, во-первых, что такое цитата? Вот мы тоже не всегда верно используем это слово, потому что цитата – это дословная выдержка. То есть, я правильно, если использую это слово, то я его соотношу с тем кусочком текста, который я слово-слово-буква-буква взяла из другой работы. Я ничего... Вот тоже был вопрос про пересказ, да, так вот, когда я говорю, я цитирую такого-то автора, в данном случае я правильно должна понимать, что это будет дословная часть, да, дословная. Но раз это будет дословно, задача состоит в том, чтобы вот этот кусочек, который вы взяли абсолютно идентично из чужого текста, его нужно выделить в своем тексте так, чтобы он явственным образом отличался, чтобы любой, кто взглянул, просто листает вашу диссертацию, он сразу понял, ага, вот это вот не его, вот это вот не его и так далее. Как это делаем? Вот здесь как раз те правила, о которых я хотела сегодня говорить. Да, не о том, где точку с запятой ставить внутри ссылки, вот как бы это не сегодняшняя задача, а о том, как оформить цитату, как оформить ссылку правильно, чтобы к вам не было содержательных претензий. Значит, первый момент, ключевой. Если вы хотите избежать проблем, и вы дословно цитируете, то есть используете реально цитату, то вы весь текст чужой, который вы взяли, заключаете в кавычки. Опять же, Иванов Иван Иванович в своей работе привел такой подход к определению вот этого термина. Кавычки открываем, то есть вот это ваш текст, кавычки открываем, пошел текст Ивана Ивановича, кавычки закрылись, после цитаты открывается квадратная скобка, ставится номер источника, и, соответственно, что важно, страница. Если, вот что такое правильная ссылка, что такое неправильная ссылка? Если ссылка стоит, сейчас разбираем ссылки в квадратных скобках, если ссылка стоит в квадратных скобках, и там есть только одна циферка, 18, это означает, что я говорю, я взяла этот текст из источника номер 18. То есть эксперт, проверяющий мою работу, или рецензент, проверяющий мою статью, должен заглянуть в список литературы, посмотреть, что это за источник, но, ведь в списке литературы указан общий объем страниц того источника, который я использовал. А он должен понимать, откуда конкретно я взяла этот текст, ну, что он захочет прочитать. Соответственно, если в ссылке есть только номер источника, и не указана страница, эта ссылка неправильная, это ссылка некорректная. То есть то, что ссылка есть, это хорошо, но то, что она оформлена неверно, у вас это все равно зальется, как некорректное цитирование. Кроме того, еще бывает одна ошибка, может быть, это недосмотр, но таких недосмотров не должно быть, друзья. Вы, например, решили, что вы вначале, когда указываете, кто автор этого текста, сразу указали, в какой работе. Вот как я сейчас приводила, да, Иванов Иван Иванович, в такой-то работе, и вы прям в кавычках указали название работы, и все, и вы посчитали, что этого достаточно. И что уже, когда вы ссылку делаете, например, сейчас вот ссылку, которая в конце странички идет, да, вы поставили автоматическую ссылочку, и вы внизу просто уже пишете, сейчас скажу про страницы и про лекционные источники, спасибо за вопрос, он как раз сейчас очень вовремя, Владимир Анатольевич. Вот, соответственно, вы должны полностью указать правильное описание источника, здесь название полное вновь, несмотря на то, что оно в тексте есть. В тексте можно не указывать название, но в ссылке оно должно быть обязательно. Что значит полное описание источника? Значит, я по этому описанию, я, например, эксперт, должна иметь возможность точно идентифицировать этот источник. Я не должна блудить, я должна точно понять и легко найти, что это за источник. И если мне надо, еще и на страницу посмотреть. Вот сегодня все слайды, которые я делала, на каждом слайде, где я ссылаюсь на методичку, стоит страница, с которой я взяла этот материал. То есть вы можете проверить. То же самое, такую же самую возможность вы должны оставлять для эксперта или для рецензента. Ну и еще очень важный момент, что если мы с вами сослались на какой-то источник внутри текста диссертации или внутри текста статьи, естественно, он должен у вас находиться в списке литературы. То есть он там тоже должен присутствовать. Значит, что касается электронных источников. Электронные источники бывают разные. Бывают, что там просто цифровой вариант страниц. И тогда вы можете указать страничку, глядя на то, какой номер на ней стоит. А в другом варианте вы можете не указывать страничку, если вы пишете, что это не текст, а это электронный источник. Поэтому всем понятно, что он зайдет на этот. В данном случае требование к странице переходит на требование к тому окну, на которое попадет человек по той ссылке, которую вы указали. То есть если вы указываете, хотите отправить меня на конкретной странице, вот значит старайтесь это сделать. Не на центральную, там я в журнале, например, в электронном взяла, я не на главную страницу журнала отправляю эксперта или рецензента или читателя моей работы, а естественно я отправляю на ту страницу, где этот текст можно увидеть. Может и не совпадать с тем, что найдет эксперт. Но главное, чтобы вы указали, вы же указываете конкретное издание, конкретный год. Конечно, может быть, он посмотрит, например, в переизданный вариант книги. Ради Бога! Да, дата обращения в электронных документах, друзья, естественно, ставится. Опять же, сейчас мы немножко не про это оформление. В гости по оформлению ссылок в странице. Галина Ивановна, вот в гости, вот я поэтому и сказала, что я сегодня, вот Татьяна Телегина, она рассказывает все по библиографии, она в этом профи, я вот к ней даже состязаться, что называется, не буду. Где какая запятая, где какие там двоеточия, где какое еще что-то. Вот это все, это все мы делаем по ГОСТу, но у нас с вами есть регламент, который обязывает нас, когда мы делаем ссылку в диссертации, ставить страницу. Это в обязательном порядке. Тут никаких разговоров не может быть. В любых других там, каких-то там, я не знаю, творческих работах, каких-то научных отчетах, хотите ставьте, хотите нет, вы там пользуетесь только ГОСТом по оформлению этих ссылок. А здесь, помимо этого ГОСТа, вы еще положение о присуждении ученых степеней, это для вас первостепенный документ, поэтому здесь страница является обязательным элементом. Вот если мы... Да, да. Значит, вот если мы с вами вот это все, как на слайде делаем, то есть цитату закавычили, после нее поставили ссылку, ссылку оформили правильно, то есть указали полное описание источника и поставили страницу, и, соответственно, это же у нас имеется в списке литературы, мы молодцы. Это не означает, друзья, что у вас будет оригинальность 100% или 95%. Это значит, что вы сделали правомерное заимствование в научно-корректной форме. То есть у вас это попадет в корректные заимствования, процент корректных заимствований. Это все равно не будет оригинальность 100%, потому что вы используете другой материал. Редакторы. Да, я говорю, что в данном случае, когда все-таки, ну, статья, это вообще регламент, кстати говоря, ряд коллегий, они могут и не просить ставить ссылку. А вот в диссертации ссылка на страницу обязательно. Елизавета Владимировна, вот, сожалею, да, это действительно так. То есть особенно в журналах все-таки диссоветы проверяют экспертным путем, да, потому что они понимают, сейчас мы дойдем еще до особенностей, которые там могут возникнуть, диссертации. А журналы часто прогоняют просто через систему антиплагиат и просто хотят получить конкретный вариант цифры, и все. Это неверный подход. Мы, конечно, с вами с этим сделать ничего не можем, друзья, да, но та же система антиплагиат, она введена не для того, чтобы там нас застращать вот этими цифрами, да. Да, я буквально недавно была на вебинаре, который проводили коллеги с антиплагиатом, прекрасный вебинар, и мне очень понравился их подход. Они четко понимают, зачем нужен их инструмент, зачем нужна их программа, да, поэтому, к сожалению, такого четкого понимания нет во всех, вот, редколлегия и журнал хотя бы, да. на источник, в котором используется первоначальный источник. Марина Николаевна, прекрасный вопрос, большое вам спасибо, я бы просто об этом забыла, просто спасибо большое. Значит, друзья, если вы видите, читаете источник, статью чужую взяли, и там есть ссылка на другого автора, и там указана на него ссылка, и вы можете ее взять. Смотрите, если вы берете, как бы, из этой статьи, то вы должны написать «Цитирую по», «Цит по» и так далее, да, чтобы было понятно, что вы взяли это оттуда. А если вы указываете просто ссылку, подразумевается, что это вот этот автор, понимаете, ведь вот первый автор, статью которого вы читаете, он сослался на другого автора. И поэтому, если я сошлюсь на первого, то будет ощущение, что это он. А этот и не он, этот и другой. Ну а что, Маслой дает суд? Это и так, это и так ненормативный документ для большинства, да? Да, 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 Любовь Ниаминна. То есть вы должны обозначить, что вы ссылаетесь на вот эту статью, а не на вот эту ссылочку, которая внутри нее есть. Если вы дотошный исследователь, и вам понравилась именно мысль, вот которая в статье еще чужая, да, ну кто вам мешает по этой ссылке пройти, реально посмотреть, где это, что это, и сослаться вот на этого автора. Это же как элемент, можно воспринимать как элемент вот этого верного поиска литературы. Я читаю эту статью, обнаружила статью другого автора, я ее прочитаю, на нее сошлюсь. Поэтому так будет, конечно, корректнее. Сказание андаты, но позже этот ответ был далек. Тоже очень хороший вопрос, Владимир Анатольевич, тоже сейчас часто такое бывает. Значит, с этим делать ничего вы не сможете, безусловно, да. А если же мы цитируем статью, да, не просто какой-то текст, просто с такого-то сайта, то мы обязательно должны указывать дои, да, то есть это вот тот индекс, который, тот идентификатор, который есть, закреплен за статью. Вот это единственное. Да, Любовь Венемина, так можно тоже подойти, что нам их кто-то пересказал, да, но, тем не менее, если это наши современники, решайте сами, как это будет более безопасно. Итак, вот к вопросу сейчас мы подходим. А если я пересказала, а если я не пересказала, то есть когда необходимо ставить ссылки? Значит, во-первых, что нам по этому поводу, по этому вопросу говорит ВАГ? ВАГ нам по этому вопросу в положении о присуждении ученых степеней совершенно конкретно называет два условия. Первое условие, что мы обязаны ссылаться на источник и на автора материала, если мы берем этот материал. И второй очень важный момент, мы обязаны ссылаться на себя. Что это значит? Во-первых, это значит, что я должна указать в диссертации свои работы. То есть, естественно, если я в процессе исследования публиковала какие-то текущие результаты, скажем так, и я хочу их привести или показать, например, географию распространения этих материалов, или изменения, как происходило в моем исследовании, вот от таких-то моментов до таких-то моментов, я даже, пожалуйста, я указываю свои работы в тексте, но обязательно на них ссылаюсь. Это то, что требует от нас ВАГ. То, что требует суть, опять же, сегодня мы про суть. Во-первых, мы ставим ссылку обязательно, если мы взяли чужой текст дословно, то есть дословную цитату и включили к себе в работу. В этом случае мы не просто ставим ссылку, мы в обязательном порядке для подстраховки заключаем цитату в кавычке. Второй момент. Вы спрашивали, а если вы пересказали, перефразировали, да, как-то обыграли чужой текст, в любом случае, что изменится? Вы точно так же пишете. Автор такой-то в своей работе предложил такой-то подход. Я утрирую, да, просто беру эту фразу, то есть начало как будто бы такое же. Но если вы не дословно цитируете, а вы хотите просто пояснить, что он там предложил, вы своими словами говорите. Он предложил такой-то взгляд вот на это, акцентировал внимание вот на этом, выделил вот это, особенность его взгляда состоит в том-то. То есть вы вообще свой текст говорите по поводу него, но вы же его работу описываете. Поэтому как только вы это описание, перефразирование его текста, как угодно это назовите, закончили, закончили, после этого мы открываем квадратные скобки и ставим ссылку на это в автор. Когда вы вот такой описательный фрагмент берете, может быть, вы вообще прочитали у него пять страниц, а превратили это в один абзац. Значит, вы поставите пять страниц. Со страницы такой-то, по странице такой-то. Третий момент. Если я использую идею, которая высказана другим автором, например, я пишу. В методике оценки того-то, такой-то автор предложил вот так-то подойти к этому вопросу и реализовал это вот таким-то, таким-то образом. Казалось бы, да, я вообще только вот как бы его упомянула и немножко рассказала про его идею. Все равно ставлю ссылку в конце. Следующее. Когда я просто упоминаю чужую работу. Например, я делала там обзор тех, кто изучал мою тему, и я хочу показать, какие диссертации в последние, допустим, пять лет были защищены по этому вопросу. Или на монографии написаны, например, свежие. И я пишу, что там работа, точнее говоря, тема, такая-то там вот моя тема, например, очень хорошо изучена такими-то, 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 такими-то я их перечислила просто авторов. Я могу перечислить, например, таким-то автором в такой-то работе, таким-то автором в такой-то работе, таким-то автором в такой-то работе. Я в любом случае должна открыть ссылку и поставить, открыть скобку квадратную и поставить ссылки на всех этих авторов, на одного и на многих, если я их перечислил. В данном случае разница всего в чем? Когда я упоминаю работу в целом, то есть я говорю, он написал монографию, я вот это хочу сказать, или он защитил диссертацию по этой теме, я не указываю никаких страниц, потому что я ссылаюсь на работу целиком. Но ссылку я ставлю, друзья, в обязательном порядке. Пятый пункт, он самый такой, ну не то, что непонятный, он какой-то непривычный. Я беру в свою диссертацию свой наработанный текст из какой-то статьи, может быть из монографии, неважно, в зависимости от того, какую диссертацию я защищаю. Вставляю этот текст к себе. Вопрос, зачем я буду ставить ссылку? Это же я, это же мой текст, это же результаты моего исследования. Получается, что мы с вами обязаны это сделать. По какой причине? Возвращаю слайд на предыдущий. Потому что нас так ВАК обязывает. Не потому что, извините, я хочу показать, какая я крутая, сколько у меня публикаций, да? А потому что ВАК нас обязывает это сделать. Он нам говорит, если вы используете результаты свои, или которые выполнены в соавторстве, вы обязаны на это указать. Поэтому на свою работу я тоже обязательно делаю ссылку. На страницу, если я себя конкретно цитирую. То есть все как будто бы это чужая работа. Все точно так же. Далее. Совсем необычно, да? Вот если какая-то работа оказала на ваше формирование вот этой вашей новизны или какой-то идеи существенное влияние, но вы текст, вы не взяли ни кусочка текста. Вы ее не просто можете в список поместить, да? А вы ее можете в тексте поместить только как автор, например, этой работы, ее название. И тогда вы тоже поставите ссылку. Вот, друзья, я сейчас немножко отвлеклась, да? Любовь Васильевна говорит, тогда список литературы расширяется до бесконечности. Любовь Васильевна. Ну, начнем с того, что в диссертации он действительно огромный. Да, он большой. Я даже молчу про докторскую. В докторской он действительно гигантский. В кандидатской он большой. Но это же нормально. Ну, вот представьте, вы опубликовали что-то, да? У вас что-то взяли и побоялись вас где-то указать. Ну, что-то приятно. Поэтому указываем, указываем, друзья. Это что показывает большой список литературы? Что вы классный, продвинутый исследователь. Вы это все изучили, во-первых. Во-вторых, вы понимаете научную этику, цените исследования тех, которые авторы делали до вас. И вы указываете, что они-то тоже молодцы, не только вы молодецы, да? Поэтому, ну, это нормально. Но это же как на дороге. Да, вот вы за рулем едете. Либо мы друг друга уважаем, либо мы едем друг другу на голову. Да, я буду ехать медленнее. Да, так же, как вы видите, большой будет список. Да, они удобны. Этот список нужно будет еще и оформить, да? Поэтому, ну, вот как-то так. Так, Елена Евгеньевна, очень важно сегодня же закрепить, поговорить, провести. Так, так, так. Так, 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 так. Елена Евгеньевна, про презентацию я уже говорила. Лучше делайте скрины, презентации не будет. Нельзя. Сейчас мы к этому придем, Ирина Георгиевна. Сейчас мы это придем. Хороший вопрос, огромное спасибо. Сейчас мы к этому придем. Тоже я об этом не забуду сказать. Теперь смотрите. Значит, все, кто пишет диссертации, страстно возмущаются тем моментом, что я не могу взять опубликованные ранее свои авторские статьи. Представьте, например, у докторанта их там 35, у некоторых 50. Каждая статья там по 10, например, страницу. То есть, представляете, у него уже статей, собственно говоря, как диссертация. А если мы докторанта возьмем, так у него еще монография, а может еще и не одна страниц на 150, 200, а то и больше. И он говорит, слушайте, я сейчас возьму и поставлю себе в работу. Можем так делать или нет? Где вот эти границы? Могу, не могу. Посчитают мне это за плагиат или не посчитают за плагиат? Давайте будем разбираться. Значит, когда мы возмущаемся о том, что это мое, сразу хочу сказать, что это не во всех странах так. У меня есть участники из других государств, я вам с полной гарантией могу сказать, что в некоторых странах это можно сделать, в частности, в Беларуси. То есть, можно взять свои статьи, убрать, грубо говоря, введение заключения, да, их как-то там в работу вставить. И если у вас проверка покажет, что вот эти куски текста это ваше, никаких проблем у вас не будет. Ну, не думайте, что у них так все легко, у них там такие сложности, которые нам и не снились. Но, тем не менее, просто хочу сказать, что везде свои требования, нравятся они нам, не нравятся. Мы с вами должны понимать, как эти требования выполнить, если мы хотим с вами защитить диссертацию. Значит, первое, как мы вот эту границу определяем, использую или нет. Целесообразность цитирования своей работы. Я зачем эту статью хочу вставить в работу? Чтобы что? Чтобы текст у меня был большой? Тогда нет, не вставляю. Для того, чтобы показать, что я свою новизну опубликовала, например, еще пять лет назад, да, вставляю. Потому что я показываю, что мое исследование длящееся, и вот у меня такая динамика в нем. Целесообразность может быть связана с тем, что, допустим, у вас там есть данные более старые, а уже в диссертацию вы бьете более новые данные. То есть понятно, да, что вот эта вот комбинация, почему я это делаю, она очень важна, вот ответ на этот вопрос. Второй момент. Ну, посмотрите, когда мы берем цитаты у других, если мы разумный автор, мы же не берем по пять страниц у них цитаты, и даже по две и по три не берем, да. То есть мы берем какие-то фрагменты. Соответственно, мы точно так же, понимаете, нас ВАГ поставил на одну ступень с другими авторами. Как к ним, так и к себе. Если я у них беру полстраницы и думаю, о, я, наверное, большой кусок уже взяла, мне вот тут антиплагиатчики-то скажут, что все плохо у меня, да. Так я у себя тоже не беру кусками вот такими огромными. Поэтому, естественно, мы с вами разумность вот эту включаем. Да, видно, согласна, но мы же с вами занимаемся научной работой. Я все время говорю, научная работа – это такое же творчество, это как кулинария. Вы же можете, я не знаю, оливье приготовить несколькими способами, да, сюда яблочко добавить, сюда не добавить. Вы уж меня простите, особенно мужчины, вдруг вы не готовите, да. Вот, но как-то вот так относимся к этому, друзья, для того, чтобы не озлобляться на эти требования, для того, чтобы с удовольствием достигать результата. Диссертацию написать – это круто, это правда классно. Я восхищаюсь людьми, которые это делают, особенно сейчас в тех условиях, в которых мы находимся. Поэтому, да, приходится выдумывать, ну вот, ну так как-то. Ну и кроме того, да, зачем это мне, несмотря на то, что это мое, зачем я буду указывать ссылку, потому что это требование. Тем, кто говорит, а я хочу взять большой кусок, потому что мое это, мое, я хочу взять вот эту статью, она классная. Так, возьмите, возьмите, но вам придется с этим текстом поработать. Вам придется его редактировать. Редактировать не только с точки зрения каких-то технических моментов, вам придется обработку текста провести. Вот сейчас, друзья, так, я сюда не смотрела. Ой, вам спасибо, вам спасибо, да, друзья, за ваши, за ваши благодарности. Значит, что касается обработки текста. Вот тоже я сегодня о технических сторонах, то есть, как устроен антиплагиат, как они проверяют, на что обратить внимание. Я об этом говорить не буду, потому что сегодня, опять же, не вопрос технической проверки. То есть, как вам так проверить, чтобы у вас все было хорошо. А сегодня вопрос, как вам написать, чтобы у вас было все хорошо. Любовь Васильевна пишет «Обрабатывать уже выстроенные мысли, лишняя отрата времени». Я, ну, это, конечно, индивидуально, но я не совсем соглашусь. Для некоторых людей именно написать первый раз текст бывает очень сложно. А вот его потом поработать творчески с ним, да, проще, чем с нуля. Поэтому, ну, у всех по-разному. Значит, почему на слайде так вот, как будто бы в два столбика, да, выделены вот эти методы. Дело все в том, что сейчас есть сразу, сразу, давайте мы же в жизни в реальной живем, да. Сейчас есть большое количество... Творчески перефразировать себя. Да, творчески перефразировать себя. Ну, вы же пишете, вы же, например, пишете и статьи, и диссертацию на одну и ту же тему. Или, например, вы же читаете лекции, да, на одну и ту же тему, допустим, там, я не знаю, я в УЗе проработала 18 лет. Но это же не значит, что я ее рассказывала, там, слово-слово, буквы-буквы, да, ну, какое-то там было переработка, так и здесь. В диссертациях пишут что-то, что разработала, это круто. Да, надо себя в диссертации хвалить на каждой странице, как я все время говорю, да, автора должно быть много в этой диссертации, тогда это круто. Да, Евгения Юрьевна, согласна с вами, потому что если к работе, к своей научной работе, к своей диссертации отнестись как к процессу творческому, да, это требует времени, но это возможно. Итак, простите, я вернусь к слайду, чтобы не сбиться с мысля. Значит, раньше, сейчас, сейчас существуют различные, ну, как их так по культурно назвать, помощники, которые рекламируют свои услуги, которые вам говорят, а хотите вот такой-то процент оригинальности, давайте заплатите нам деньги, и мы сейчас с вами сделаем хоть 100%, хоть 98, там, хоть 100. Надо к ним идти или нет? Ну, я тут вам не советчик, да, каждый принимает решение сам, но я хочу вас уберечь от того, чтобы вы не попали в сложную ситуацию, потому что, например, не совсем четко понимаете алгоритм проверки диссертации. Опять же, коллеги из антиплагиата, вот они совершенно не злобные люди, они проводят прекрасные вебинары, на которых они показывают технически, как они это делают. Они ничего не скрывают, для того, чтобы у нас было понимание, что если мы вот так сделаем, ну, ничего не получится, потому что вот у них есть модуль, который это проверяет. Поэтому вот то, что написано под цифрой 1, если говорить так, пафосно назвать, идеальный способ, это только один идеальный способ, который реально работает. Если вы хотите взять чужой материал или свой материал и его вставить в свою работу, его нужно глубоко переработать. То есть это не близкий пересказ, не пара фраз, сейчас объясню, что это такое, да, или напомню, что это такое, а именно глубокая переработка исходного материала. Ссылка не отменяется, ссылку вставим все равно. Но у вас уровень оригинальности будет выше. Что касается второго и третьего, большинство вот этих вот предложенцев, которые вам скажут, да мы, да мы, да мы, да мы, они даже не подскажут вам, что антиплагиат уже такие вещи, которые они предлагают, он на раз определяет. Значит, раньше было, ну такое предложение говорили, а вы возьмите иностранный какой-то труд, переведите его на русский язык, вставьте и все нормально. Сейчас в антиплагиате есть модуль поиска переводных заимствований, показывает моментально. Вот просто я была на вебинаре в режиме реального времени, показывает, как это происходит. Ставили такой текст, не показывает. Модуль сделали, все показывает. Второй момент. Значит, замена слов, то есть работа вот просто некрасивый, а великолепный, прекрасный, вот не работает. Фразы, например, вы меняете близкие по значению, или там глаголы наобороты и так далее и тому подобное, это все не работает. Это называется метод парафраза, у них есть модуль определения этого парафраза. Тоже в режиме реального времени показывают, как это работает. Галочку поставили, значит, у вас маленькая оригинальность. Убрали, если этого модуля нет, например, в диссертационном совете, у вас другая оригинальность. Ну, естественно, никто не отменял алгоритм шинглов. Знаете, наверное, что это такое. Это такая единица текста, которая подвергается проверке. Там целый алгоритм, я сейчас его не буду пересказывать, сколько вот этих слов попадает в этот шингл. От этого тоже зависит результат, который вы получили при проверке на антиплагиат. Поэтому, друзья, когда мы проверяем в бесплатной версии антиплагиата и говорим, у меня вот такой процент, это вообще ничего не значит, потому что у вас ни один из этих модулей не подключен, они платные. А когда, например, в диссертационном совете есть эти модули, они подключатся, это все будет видно. Поэтому здесь вот, пожалуйста, аккуратно. Все технические вопросы, вот про которые я сегодня говорю, опять же, коллеги из антиплагиата проводят мероприятия достаточно часто. Они именно технические моменты объясняют. Вот не так, как я сегодня говорила, что важно для диссертации, для автора, а именно с точки зрения техники и технологии проверки. Если у вас эти вопросы есть, зайдите на их канал на YouTube, посмотрите, у них там тоже выложены записи их мероприятий. Может быть, какие-то вещи вам станут понятнее, чем я сейчас технические компоненты объяснила. Они, естественно, владеют своей программой лучше, чем я сейчас это за две минуты вам объясняю, что и как они проверяют. Ну и в завершении я хотела бы сказать, что, опять же, как вот у меня иногда спрашивают, а вот надо вот это сделать или вот не надо? А может, вот это не делать? Может быть, тут не ставить или может все-таки ставить? Вот если вы хоть в чем-то сомневаетесь, надо мне поставить кавычки или не надо? Поставьте, вот поставьте кавычки. Взяли там три слова от автора, надо мне поставить ссылку или не надо? Ставьте. Главное, не то, чтобы у вас было мало ссылок в диссертации, друзья. Главное, чтобы у вас было много нового знания, чтобы там новизна была, чтобы там была практическая, теоретическая значимость, чтобы там был личный вклад автора во все это видео, да, чтобы там не надо было слу поискать, автор, вот что важно. А то, что у вас будет куча ссылок и куча литературы в списке литературы, так это прекрасно. Это значит, вы изучили со всех сторон свою тему. Поэтому не бойтесь ставить ссылки, не бойтесь ссылаться на авторов. Это замечательно, когда мы друг друга замечаем и ценим. Поэтому это прекрасно. Значит, сегодня я хотела подгрузить сюда методическое пособие, о котором я сегодня говорила, и те материалы, которые на вебинаре давали коллеги из антиплагиата, но они у меня почему-то... у меня презентация кое-как сегодня загрузилась. Вот. Поэтому я их выложу, видимо, в группе. Если вы не участники группы, вы можете к ней присоединиться. Да, если вам нужно и вы не хотите присоединяться к никаким группам, но напишите мне, пожалуйста, на электронную почту, я вам отправлю ответным письмом. Просто технически почему-то у меня сегодня вот сюда не получилось разместить эту информацию. Ссылку в чат. Сейчас, друзья, одну секунду. Если у вас есть вопросы, друзья, я все, что хотела, содержательно... Сейчас, секунду, я ссылочку... Скопирую. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот такая группа. Это открытая группа. Я там размещаю информацию в открытом доступе, поэтому... Да, электронный ящик. Если стесняетесь или там не хотите в группу, пожалуйста, можете написать мне, я вам отвечу. Так, вопросы, друзья. Вдруг я что-то пропустила. Так, а где я останавливалась? Вот про я или мы, да? Скрытый текст. Евгения Юрьевна, скрытый текст не работает. Они это давно уже определяют. Это совершенно бесполезная затея. Да, этот скрытый текст выявляется. Валентина Анатольевна спрашивает, использовать мы или я, как на Западе? Нет, мы используем либо мы в российских своих материалах, да, либо без обезличенная форма. То есть, как будто бы проводилось, осуществлялось, да, то есть вот такое. Так, а... Ну, да, предложенцы, да, как их еще назвать? Зачем на глубокий рерайт ставить ссылку для того, чтобы удовлетворить требования ВАГ, что вы обязаны сослаться на свою работу? У вас оно не зальется, понимаете? Вот, если стоит ссылка, это не значит, что это не оригинально. Там же не ссылки сверяются, а текст. Главное, чтобы текст был другой. Семь раз, может быть, художественный текст. Любовь Васильевна, да я с вами согласна. Вот, понимаете, я с вами нисколько не спорю. Текст он или там кто-то пишет, Алексей Михайлович вообще пишет, что свист, друзья, может быть. У нас с вами должно быть простое понимание. Я хочу защитить диссертацию. Если я ее хочу защитить, я должна вот в этих рамках регламента, да, пройти. Либо я прохожу, либо я высказываю свое недовольство. Это ровно так же, как я хочу водить машину. Я либо прохожу по тем, нравятся эти мне требования, не нравятся мне эти требования, хорошие они, я их не могу изменить. Я либо их учитываю, либо хожу без прав. Минимум одна ссылка на страницу. Ирина Георгиевна, такого требования нет, да, но ссылки должны быть, да, их должно быть много. Сошлетесь вы, сошлитесь, да, и такое тоже есть. Да, да, да. Хорошо, я вижу, что вы уже начинаете прощаться, да, я вас как обычно задержала, слишком много всегда хочу рассказать фрагментов различной предметной области в последующей компиляции. Александр Юрьевич, если вы себе ответите на вопрос, для чего вам это, да, и, ну, как бы, удовлетворитесь своим ответом, ну, пробуйте. Я бы не стала этим заниматься. Как быть, в случае, если цитировался текст из сети интернет, а я отвечала на этот вопрос. Так, есть, а если есть ссылки, а в источнике этого нет, в источнике, ну, все, эта ссылка, значит, будет неправомерной. Плохо. Просто авторов, которые работали над тематикой в списке литературы. Если просто упоминаем авторов, которые работали над этой темой в списке литературы. Ирина Георгиевна, вы их в тексте указываете, или они у вас просто в списке есть, и надо ли на них ссылку? Вот вопрос в чем? Чуть-чуть прокомментируйте, я не совсем его поняла. Вот то, что если просто упоминаем авторов, может быть, тогда объем диссертации уменьшить? Валентина Анатольевна, это тоже не мы решаем. Выбирайте диссовет, который примет маленькую диссертацию. Алексей Михайлович, ну, ну что? Не обязательно, это вопрос не только про деньги, честно говоря, да? Ну, да, конечно, например, сдать монографию стоит денег, да? Съездить в диссертационный совет, если он не в твоем городе, стоит денег. Но мы же тоже принимаем это решение. Если мне это надо, я это делаю. Если нет, не делаю. Евгения Юрьевна, вы с юмором ответили. Так, семантические анализаторы. Ну, опять же, да, ну, это вопрос, как бы это ответ, который вы сами для себя должны сформулировать. Надо делать это или нет? Автор Иванов работал тогда в том списке литературы. Смотрите, Ирина Георгиевна поняла. Вот если я в разделе «Разработанность темы» определяю авторов, указываю, то есть авторов, да, я могу там их не поставить на них ссылку. Естественно, что я их просто перечислила. В разделе «Разработанность темы». Если я в тексте диссертации пишу, например, там, что вот этой проблемой занимался тот-то, тот-то, и он там хотя бы чуть-чуть я описала, поставьте ссылку. И в списке пусть останется и ссылку. Получается, каждый раз писать ссылку, потому что мы пишем по монографии и так далее. Инна Анатольевна, но вы же не все пишете по монографиям, понимаете? Опять же, смотрите, друзья, услышите меня. А вот вы взяли, зачем мы берем чужие источники? Но не для того же, чтобы увеличить текст диссертации. Если вы понимаете технологию ее написания, вы диссертацию напишите, не напрягаясь. То есть если вы знаете, как ее написать, вам не надо будет напихивать ее чужими источниками, для того, чтобы раздуть ее объем. Это не нужно делать. Нужно просто знать, как это технически осуществить. Ну и, естественно, исследование провести, конечно, без этого не получится. Поэтому нужно, безусловно, вот этот момент для себя определять, зачем мы это взяли. Мы взяли для того, чтобы найти свое что-то. Поэтому не все мы пишем по монографиям. Ваш авторский текст там тоже присутствует. Повторю вопрос, как быть в случае, если цитировался текст из сети интернета с указанием, но позже это был удален из сети. Владимир Анатольевич, я на этот вопрос отвечала, что если вы цитируете просто какой-то текст, не научную статью, а вы взяли ее откуда-то, этот материал, я не знаю, там с сайта с какого-то, и этот текст удален, вы с этим сделать ничего не можете. Вы же писали дату обращения, и как бы всем становится понятно, что когда вы обращались, там он был. Сейчас его просто там нет. Если же вы говорите про научное цитирование, вы цитируете статью, например, берете ее с сайта какого-то журнала, обязательно указывайте идентификатор ДОИ. Так, возвращаюсь на вкладку «Вопросы». Это та, которая соответствует ГОСТу. Ну, я думаю, что я ответила на вопрос, что такое правильная ссылка. Так, да, требования будут изменяться, тоже об этом, наверное, имеет смысл поговорить, но может быть не в рамках сегодняшнего, да, вебинара. Но, тем не менее. Друзья, если у вас нет вопросов, наверное, мы будем с вами прощаться. Да, он, этот курс, актуален. Не знаю, по решению Директ-Академии, когда он будет проводиться еще раз. Прошу, что называется, милости просим, приглашаю, если это для вас актуально. ДОИ, ДОИ. Большими буквами. Огромное спасибо, друзья, что присоединились сегодня к нам, нашли время, и что у вас есть интерес, поэтому благодарю. Присоединяйтесь к группе, если для вас актуально. Я стараюсь там выкладывать какую-то полезную информацию для аспирантов, докторантов. Если не актуально, пожалуйста, пишите вопросы на электронку, если они возникают. До следующей встречи. Встречаемся в следующий раз через месяц, как обычно. Я вас буду ждать. Всего доброго. До свидания. Уважаемые коллеги, спасибо за участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Давайте поблагодарим, что вы, собственно, уже делаете в чате Наталье Модестовне за замечательный вебинар. Спасибо за активное участие в сегодняшнем обсуждении. Напоминаю, что Директ Академия – это вебинар каждый день, и приглашаю вас на мероприятия, которые состоятся на этой неделе. В начале нашего чата я давал ссылки на эти мероприятия. Надеюсь, что они вам тоже понравятся, и вы сочтете их интересными. Да, вам тоже спасибо. Спасибо, Татьяна Игоревна, за то, что меня поблагодарили. Ну, мы стараемся. Стараемся приглашать тех спикеров, которые действительно для вас интересны. Спасибо, друзья. До новых встреч в Директ Академии. Директ Академии.